МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый распространённый вид народного творчества – вышивка. Искусство наводить узор на ткань с помощью нитки и иголки известно с давних времён. Веками складывалось богатство народного орнамента, придумывались различные виды швов, только в XIX веке в русской народной вышивке использовалось свыше 300 разновидностей. Подобное украшение превращало любую, даже самую простую ткань, в подлинное произведение искусства. Это творчество не требовало каких-то специальных, сложных приспособлений, а холсты, швейные принадлежности обычно имелись в каждом доме. Вышивкой на протяжении всей жизни занимались повсюду – в семьях купцов и ремесленников, в помещичьих усадьбах и дворцах, в артелях и, конечно же, в крестьянских избах. Это была и бытовая необходимость, и душевная потребность. Вышивание – одно из немногих ремесел, которое не знало периода упадка. Даже в самые лихие годы женщины садились за вышивку. Бытует она и в наши дни. В каждом уголке нашей страны на протяжении веков сложились свои виды этого ремесла. С красотой и многообразием северной вышивки нас сегодня познакомит Наталья Кузьмина – народный мастер России, руководитель этнокультурного центра «Ремесленный дворик» при музее «Малые Карелы» города Архангельска. Я родилась в Архангельске, в центре города, на улице Володарского. Но корни мои, конечно, из разных мест России. Корни по маминой линии – из Архангельской области. Мои предки пришли в далекие времена, в 1700-х годах, с Пинниги, и поселились напротив города Архангельска в деревне Застровье. Там был построен дом. И вот сын Петра Шонбина с Пинниги женился на аграфене Коржавиной с острова Кегостров. И вот пошли наши корни оттуда по маминой линии. Это были черносошенные крестьяне, жили очень зажиточно. По старинным фотографиям можно судить об этом, потому что одеты были в очень хорошую, добротную одежду, натуральную, с ручной вышивкой, отделкой, кожаной обуви. Всяческие украшения присутствуют на одежде. Поэтому можно судить о том, что они жили хорошо. Предки мои трудолюбивые. Бабушка у меня была в Архангельске известным мастером-парикмахером. Тетя, бабушкина сестра, очень хорошо шила. Она была вдова, муж ее погиб на Первой мировой войне. Была очень строга, всегда приходила и проверяла у меня, что я сшила, как я сшила. И мне маленькой, конечно, было это очень все интересно. И я играла всегда, пока взрослые общались, я играла в эти пуговки, тряпочки. И когда я подросла, уже начала шить. Тетя приходила, Поля, и проверяла, как я сшила, аккуратно или нет. То есть была очень строга. Любовь к рукоделию, я думаю, что передается нам по наследству от наших предков. Примечательно, но в старину не говорили «вышивать». В употреблении были другие слова и выражения. Строчить, шить шелком. А словосочетание «строчить письмо» значило «вышивать строкой». Понятие «писать» в древности означало «украшать», «изображать». Ткань была полотняного переплетения, поэтому стежочки выполнялись по счету нитей. Рисунки не переводились на ткань, а выполнялись по счету нитей. Поэтому большая часть – это счетных вышивок на севере. И очень у нас на севере, конечно, есть знак свастический, коловрат, коловорот. По-разному его называют. К сожалению, вот он был во время войны. Гитлером опорочен этот знак, но тем не менее люди у нас в деревнях хранили его. Это очень сильный знак. Знак солнца, знак движения жизни, движения продолжения жизни. И все равно все-таки эти на рубахах, на полотенцах, они сохранились, эти знаки. В вышивке часто встречается птица. Птица посланник солнца. Она приносит на своих крыльях тепло, летушка, белый свет. И очень часто такие большие птицы, разные птицы вышивались. Вот я уже сказала, что бывали женские фигуры. Иногда они были с опущенными руками, а иногда с поднятыми. Вот молились солнцу, чтобы согрело своими лучиками. До 40 полотенец даже могло быть в каждом доме. Очень много. Они употреблялись во всех обрядах, применялись. Родился ребеночек на отцовскую рубаху, может быть, с орнаментом. Или на вышитое полотенце ребеночка принимали. Крестили, опять нужно полотенце. На свадьба, во всех свадебных обрядах было полотенце. И отголосок мы видим, что сейчас в современной семье мать обязательно встречает молодоженов хлебом с солью с полотенцем. Я разговаривала с одной пожилой женщиной в деревне Тоймушка, Верхнетоймского района. И она мне подарила маленький фрагментик уже очень старого полотенца. Она с мужем прожила очень долгую жизнь. Мужа вот сейчас уже не стало. И она отдала это полотенце. И сказала, что когда я выходила замуж, ей было 17 лет, мать соткала это полотенце и подарила именно на свадьбу, чтобы вот это полотенце оберегало всю жизнь вот эту семейную. Они всю жизнь счастливо прожили. И опять же, вернусь к своей родне, мне вот от моих родственников, жены, брата, досталась коллекция полотенец от бабушки старинная. И однажды я пришла к брату, и он лежит, значит, на кровати, и нога забинтована вот этим шикарным вышитым полотенцем. Я им говорю, вы почему шедевр-то так неаккуратно к нему относитесь? И Тамара сказала, так делала моя бабушка, так моя прабабушка делала. Вот эти орнаменты, вот эти полотна, сотканные вручную, заряженные солнечной энергией, они, люди считали, что они даже могут излечить человека от болезни. И так мы можем наблюдать это из слова о полку Игореве, когда Ольга полетела на поле брани, утерла Игорем рукавом с орнаментом, и он ожил. То есть даже такое в народе считали, что орнаменты могут с того света поднять человека. И когда у нас в деревнях уходили ребята на войну, в армию, обязательно вышитые кусочек орнамента давали, раньше полотенце, потом, может, это кесет был вышитый. И сейчас тоже можно наблюдать вот такие традиции, такие отголоски традиций, когда придешь в деревню, и на печке висят полотенца. Значит, вот свадьба будет или была свадьба. То есть по полотенцу судили, какова рукодельница живет в этом доме, невестушка. Красивая, как она аккуратна, как она умеет, рукодельна, трудолюбива. Вот поэтому судили. И когда сейчас ребят в армию провожают на пенеге, тоже иногда вывешивают полотенца, чтобы эти орнаменты в путь дорожку сопровождали их. Однажды тоже видела в Устьянском районе. Проезжали мы по деревням, и на одном доме на углу висит полотенце. Вот спросили, почему висит? Умер человек. И полотенце именно вот с таким животным в позе прыжка, то есть 40 дней, пока душа человека еще не ушла. Такое полотенце, оно, во-первых, с таким вот символом охраняет мир живых от мира мертвых. 40 дней на суточном угле висит полотенце. И на подоконник вывешивали полотенце, чтобы душа умершего тоже отдыхала. То есть вот полотенце сопровождало человека от рождения до смерти. Вышивка использовалась не только применялась, украшалась, украшались полотенца, но и одежда очень красочно украшалась. Особенно молодые невесты, молодые женщины первого года замужества. Орнаменты располагались, охраняли молодую, и именно такие места детородные, чтобы был приплод в семье, чтобы рождались дети. Перед вами, вы видите, мы развесили полотенца различные. Вот так именно и было принято в деревнях. Здесь различные, есть и старинные полотенца, есть полотенца, вышитые моими руками, и моих учениц. Причем их называли, по-разному они назывались. Были полотенышки по назначению рукотерные, рукобитные, на спичнике, на спицах веселье, развешанные на стены, на крючнике. Были полотенца ширинки, потому что они были в одну ширину, небольшое полотенце, и говорят о том, что клали такое полотенышко жениху в шапку в знак согласия на свадьбу. Если рассмотреть все полотенца, вот перед моими глазами очень много, во время экспедиции, видела я полотенец, замеряла их, в основном эта ширина 36-38 см, зависела от катского станка, но это были небольшие шириной полотенца. Длина их разная, до двух с половиной и длиннее метров, тоже в зависимости от того, для чего нужно было это полотенце. Если развешивали на дугу свадебного поезда, конечно, было уже более длинное полотенце. Если дружки или шаферы, или как сейчас называют свидетели на свадьбе, на плечо весили им эти полотенца, то они уже были покороче. То есть полотенце размер зависел от назначения. Мы уже сказали, что вышивали на полотне, на ткани полотняного переплетения. В основном, основной цвет это был красный, цвет брусники, потому что красные цвета, очень много оттенков их, но у нас все-таки люди жили в гармонии с природой. Они смотрели, что их окружает, какой закат солнца, какие цветы на лугу, какая вода в реке. И они передавали именно неяркую палитру. Солнца у нас мало на севере. Это южные люди, у них все в ярких красках и сочных. То на севере очень это все гармонично, спокойно, приглушенно, близкие цвета к природе. И, конечно, красный цвет тоже был очень спокойный. Самый такой древний шов, досюльный у нас называется на севере, до сего времени двусторонний шов. Иногда сейчас в литературе называют его роспись, но на севере у нас мы не знаем такого шва, мы говорим двусторонний шов. Вышивали счетной гладью, тоже по счету ниточкой, но раскрашивали как бы ниточкой, как красками, какой-то орнамент, птичку, либо женскую фигурку, либо лошадку. Еще один двухсторонний шов – это набор. Или, как у нас называют на севере, подбрань. Можно на ткацком станке выполнить этот орнамент, а можно вышить этот орнамент. И здесь, на лицевой стороне, а на изнаночной мы видим негатив рисунка. Но различимые орнаменты стоят с другой стороны. И вышивальщица славилась тем, хорошая вышивальщица, что не было ни одного узелочка, ни на лицевой, ни на изнаночной стороне. С той и с другой стороны совершенно идентичные рисунки были. Старинные полотенца, я видела в Онежском районе такие, говорят, что самые древние, когда концы полотенца были разные орнаменты. На одном конце полотенца один орнамент, а на другом – другой. Кружево не очень много использовалось на полотенцах, потому что это более уже пришедшая городская культура. Буквально немножко кружево, может быть, дополнялась вышивка. Мы говорили сейчас с вами о двусторонних счетных швах. Кроме того, у нас на севере еще были строчевые вышивки. И они очень уникальны. Например, оланецкая вышивка. Вот эти строчевые вышивки, они все выполнялись по выдергу. Когда из ткани выдергивались ниточки, и затем уже орнамент накладывался в виде настила. Они выполнялись в основном светлыми нитками по светлой ткани. Еще иногда говорили бель по выдергу. Ну и другие были названия местные. Их несколько разновидностей. Это белая строчка, оланецкая вышивка, лиза, нежская называют, строчки по письму еще ее называют. Мережечки применялись, стяги. Когда из ткани не выдергивались ниточки, но за счет стягивания стишочков различные рисунки создавались, разделки так называемые. Вот эти вышивки, эти швы, они все зависели от структуры ткани. От структуры. То есть каждый стежок, я еще раз повторяюсь, он имел определенное количество ниточек. Три ниточки, или там две ниточки, и обязательно по долевой нити и по утку. В более поздние времена пришел к нам крестик. Крестиком работа и сейчас есть. Вот мы видим здесь рубаху. Она выполнена по образцу пизнижской рубахи и выполнена крестиком. Это именная была рубаха с инициалами мужчины, которому была вышита эта рубаха. Вот это сделана копией ее. Вышивка крестом одна из самых поздних, получивших распространение в деревне. Во второй половине девятнадцатого века предприимчивый француз Генрих Браккар начал выпускать народное мыло по цене одна копейка за кусок. А на обратной стороне обертки стал печатать схемы вышивки крестом. Мыло использовали по прямому назначению, а по схемам вышивали. Как сказали бы мы сейчас, умный маркетинговый ход. Чтобы получить новый рисунок для работы, надо купить кусок мыла, а там новая схема. Конечно, на нашу традиционную северную культуру влияли и было влияние других культур, в том числе и восточной. Думаю, что с востока к нам пришла тамбурная вышивка. Особенно богата тамбурной вышивкой каргопольская земля. Там мы наблюдаем каргопольские известные сарафаны с календарями, когда вышит земледельческий календарь тамбурной строчкой на сарафане, на полотенце. Эта вышивка выполняется уже по вольному контуру. Она не зависит от структуры ткани. То есть, она могла и на ткани полотняного переплетения, и на обычной ткани выполняться, где структура ниточек уже не угадывается. Кроме полотенец вышивали рубахи, женские рубахи, и по подолу на груди, по рукавам, вокруг горловины. Мужские рубахи красиво оформлялись вышивкой. Передники, подзоры для кровати свадебные, особенно нарядные, красивые. Сумочки, лакомки, у нас их на севере называли, девушки носили такие на поясе сумочки для угощений женихов. Какие инструменты применялись? Конечно, в основном это были пиальцы деревянные, делали просто из дерева, потому что его было очень много здесь, обычный квадрат, и уже на нем натягивали кончики полотенца того и другого. Раз они одинаковые, значит, вышивали параллельно оба конца одновременно. Нитки первоначально были самодельные, приденные, из льна красили растительными красителями все, что было в природе. Ну, в поздние, более поздние времена стали привозить к нам на север и ткани очень богатые, и хорошие, качественные, и нитки стали привозить, и уже мастерицы стали пользоваться привозными материалами. Очень часто задают вопрос, как долго выполняется работа по времени. Самое, я думаю, что долгое время, большая часть времени, это задумка, замысел. Ты мучаешься, вынашиваешь этот замысел, вот подбираешь вот эти ткани какие-то, подбираешь нитки, вынашиваешь композицию, чтобы это было все уравновешенно, гармонично. И когда вот это все родится, работа может выполниться очень быстро. ты уже просто как заговоренный вышиваешь, не отвлекаясь ни на что, и делаешь работу, идешь к своей цели, вот надо ее сделать, и все. И поэтому, конечно, больше этой части именно замысел, потому что первое время начинающий мастер, он копирует работы, копирует, а потом уже нужно создавать что-то свое, уже хочется свое создавать, и здесь уже собираешь орнаменты, как-то может быть их вместе компонируешь, чтобы они по смыслу увязывались, по композиционно, по размерам, по пропорциям. Но, конечно, мы работаем в традициях, далеко от традиций мы не имеем права уходить, мы должны вот в рамках этой школы работать. И орнаменты мы тоже не имеем права изменять, орнаменты. Мы можем менять цвет, может быть, какой-то сразмерность, вот именно подбор тканей к этой вышивке, потому что орнаменты посланы нам предками из прошлого, они несут информацию, и наше дело, мы цепочка в этой, мы одно звено в этой цепочке, наше дело передать будущим поколениям эти орнаменты, потому что когда-то, может, они будут расшифрованы. Семантика орнамента наука о смысловом его значения. В настоящее время семантика сложных древних сюжетов забыта. В начале 19 века еще был жив обряд чтения узоров. Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, показывали свои работы, а пожилые, знающие женщины поясняли смысл вышитых узоров. И в том же 19 веке семантика орнамента была забыта. Сейчас очень много вольных трактовок орнаментов, не имеющих под собой никаких научных доводов. По мнению авторитетных этнографов, научная расшифровка составит задачу ни одного поколения ученых. можно конечно осваивать все виды вышивки, попробовать в этом себя, в этом. И вот конечно у меня очень тоже много идей, идеи меня сейчас очень мучают, потому что не хватает времени все это осуществить, хочется и в лоскутной технике работать. И у меня есть такие работы, когда вышивку я использую и с лоскутным шитьем ее оформляю. Хочется костюм делать с вышивкой тоже с рукоделием, хочется вязать, хочется ткать и так далее. Но нельзя всем одновременно заниматься. Вышивкой это очень многодельное дело, марготное дело такое у нас на севере говорят так. Мало вышивальщиц, мало людей, которые занимаются этим делом. Сейчас очень много есть людей, которые хотят возрождать в своих загородных домах традиционные праздники. У нас есть в Архангельске такие люди, которые заказывают традиционные костюмы и современные костюмы. Я уже делаю стилизованные костюмы, не только реконструирую, но и делаю уже более современные костюмы, приближенные к современности более, это очень большой спрос. И, конечно, рукоделие, вышивка, она помогает, когда какие-то проблемы возникают в жизни на работе либо в семейной жизни, и просто уходишь в творчество, и ты опять выплываешь на волне, опять видишь, что интерес к твоим работам есть у людей, что ты занимаешься тем нужным делом, восхищение людей, одобрительные оценки, и это поднимает, окрыляет, и хочется опять что-то делать, творить. Сейчас я работаю над коллекцией полотенец с каргопольскими орнаментами. Каргополь, это более, каргопольский район, он более южный, и там в орнаментах присутствует другие цветовая гамма, не только красные нитки, или там белые нитки, а еще и других цветов. Я уже сказала, что несколько видов вышивки здесь технологий есть. Это двусторонний шов, досюльный, или вот роспись, как он теперь называется. Здесь есть счетная гладь, и есть набор. Правда, набор самый простой. Вот такие сейчас я вышиваю кубики. Это просто будет такая линия, которая будет отделять один сюжет от другого. Я беру ниточку мулине, складываю ее вдвойне, и затем иголочкой по счету нитей вдоль одной нитки утка закрываю три ниточки и пропускаю три ниточки. Вот такой прием. Вперед иголка. И обязательно нужно каждый ряд повторить два раза. То есть я пройду до конца и вернусь точно так же второй ряд. У меня закроется. Вот таким образом у меня получилось заполнение лошадки. Мы видим кубичками вышивка. Это выполнено набором. Если мы будем выполнять какой-то орнамент и хотим достигнуть, чтобы это был какой-то ромбик, там мы уже ниточки смещаем, счет нити смещаем. Где-то мы закрываем например три ниточки, где-то шесть ниток закрываем, и рисунок таким образом получается геометрический. Иголочка тупая, чтобы она не разрушила структуру нитки. И вперед иголка. Я левша, поэтому слева направо делаю. Можно выполнять по горизонтали, а некоторые мастерицы переворачивают и выполняют по вертикали вот таким образом. То есть как кому удобно. Здесь ткань у меня более жесткая, и я не делаю больших стежков гладьевых, поэтому в данном ситуации без пиал работаю. Потому что я не боюсь, что у меня стянет пяльцы, они предохраняют от стягивания ткань. С другой стороны совершенно одинаковый рисунок, такой же получается. Двусторонние вышивки. ткань стежки. Ткань ткань на ткань на ткань Субтитры создавал DimaTorzok